8 книг о том, как устроены интроверты Сильвия Лёкин – сила интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу? Как интроверту стать успешным в мире экстравертов, когда планерки кажутся сущим адом, когда дискуссии с коллегами вгоняют в ступор, а корпоративы лишают сил? Сильвия Лёкин – один из самых известных в мире экспертов по экстраверсии и интроверсии, предлагает набор простых техник, которые позволяют не только сделать пребывание среди людей комфортным, но и помогают превратить странности интровертированного характера в инструменты для достижения успеха. Сьюзан Кейн – интроверты. Как использовать особенности своего характера? Это книга о том, как реализовать свои таланты и амбиции, будучи интровертом, как оказывать влияние на людей, руководить ими и направлять, сохраняя при этом своё личное пространство. Всегда есть альтернативные рецепты успеха, которые действуют хотя бы потому, что никто не ждёт удара с неожиданной стороны. Здесь вы найдёте многие из них. Джессика Пан, извините, я опоздала. На самом деле я не хотела приходить. История интроверта, который рискнул выйти наружу. У некоторых вся жизнь будто бы складывается из случайностей. Они находят работу мечты, заговорив с кем-то в парке. Встречают любовь, стоя в очереди в кафе. Они получают новые впечатления, рискуют и налаживают связи просто потому, что любят разговаривать и слушать тех, с кем знакомятся. Они не убегают от людей на полной скорости и, кажется, действительно живут той жизнью, за которой многие другие наблюдают лишь со стороны. Однажды Джессика Пан, интроверт с детства, принимает решение побороть свой страх общения с посторонними людьми и попробовать себя в роли экстраверта, которому всё удаётся. Эксперимент длится год и изменяет её до неузнаваемости. Сет Годин незаменимый. Можно ли без вас обойтись? Есть люди, на которых держится, если не мир, то хотя бы организация, где они работают. Они всегда делают больше, чем предписано. Это их дар окружающим. Они придают уникальность всему, за что берутся, это способ их самовыражения. Они умеют притянуть людей своим обаянием. Это результат их человекоориентированности. Они искренне в своём альтруизме и неподражаемы в своём деле. Они незаменимые. За такими людьми идёт настоящая охота работодателей, потому что они эффективнее сотни посредственных работников. На незаменимых не экономят. Без них компании не выжить. Деби Танк. Быть интровертом. История тихой девочки в шумном мире. Милый, забавный и полный знакомых к каждому ситуаций, комикс рассказывает о жизни интроверта в мире экстравертов. Художница Деби Танк делится своей личной историей и показывает, как человеку, любящему одиночество, ужиться в шумном мире. Учиться, ходить в гости или на свидание, выходить замуж, работать в офисе. В каждой маленькой истории легко узнаёшь себя и вместе с автором учишься принимать потребность в уединении и наслаждаться миром. Илси Сант. Дистанция счастья. Правила гармоничной жизни для интровертов и сверхчувствительных людей. Вам когда-либо советовали стать общительнее, быстрее принимать решения, перестать переживать за всё и всех и вообще начать относиться к жизни проще? С подобными советами сталкивается большинство интровертов и сверхчувствительных людей. Им приходится не просто в отстаивании своего мнения, сохранении личных границ при общении как на работе, так и в кругу друзей. Автор международных бестселлеров, психотерапевт Илси Сант в книге «Дистанция счастья» предлагает простое руководство для тех, кто хочет жить в гармонии с собой в мире, полным экстравертов. Её советы помогут обрести веру в себя, принять свои психологические ограничения и использовать сильные стороны. Предложенные в книге рекомендации актуальны не только для интровертов и сверхчувствительных людей, но и для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за стресса, психологической травмы или эмоционального выгорания. Сьюзан Кейн «Тайная сила» – формула успеха подростка-интроверта. Эта книга – продолжение бестселлера «Сьюзан Кейн. Интроверты», написана специально для подростков-интровертов, их родителей и учителей. Профессор психологии Сьюзан Кейн, пройдя путь от застенчивой девочки до энергичного спикера, рассказывает о тайной силе интровертов. Она уверена, что наблюдательность, умение слышать других и чувствовать их потребности – мощный инструмент при общении с людьми и залог успеха. Патрик Кинг «Интроверт». Как заводить друзей, быть приятным в общении и комфортно себя чувствовать в любой ситуации? Вас считают не компанейским человеком, потому что вы отклоняете приглашение. Если вы один, чувствуете, будто гора свалилась с плеч, когда общение с друзьями отменяется. Два. Не любите или даже ненавидите большие сборища, где много незнакомых людей. Три. Хотите узнать, как лучше и эффективнее наладить социальное взаимодействие, не истощая запас энергии? Тогда эта книга для вас, ведь ее написал в точности такой же интроверт, как и вы. Это руководство по тактике выживания в социуме. Интроверт расширит для вас горизонты самопознания и раскроет уникальную и действенную тактику выживания в социуме и поведения на вечеринках, чтобы вы продуктивно использовали свой запас социальной энергии и каждый раз получали максимальный эффект. Производите наилучшее впечатление даже тогда, когда вы измотаны общением. Умейте побыть в одиночестве в нашем громкоголосом мире. Откройте для себя, как выбраться из уютной скорлупы и благоденствовать в социуме.